Урок 9. Панорамирование. Функция PanExpand позволяет определить, как будет слышен звук в звуковом поле между двумя динамиками. Можно сделать так, что звук будет восприниматься исходящим из левой или правой колонки, а также из звукового поля между ними. Этот эффект называется панорамированием. Для использования данной функции откроем диалоговое окно PanExpand, находящееся в пункте меню Process. В открывшемся диалоговом окне мы видим график, левая шкала которого отображает позиционирование стереофонического сигнала. Он может быть в центре стереополя, а также в левой или правой его части. На графике изображена линия, отображающая характеристики панорамирования, применяемые к аудиоданным. Левый край линии представляет расположение звука в начале выделенной области, а правый край в конце. Например, линия, идущая по диагонали из левого нижнего угла в правый верхний, будет означать равномерное перемещение громкости звука из правого канала в левый. Существует возможность изменять форму линии панорамирования при помощи точек огибающей, которые можно добавлять в любом месте линии, делая процесс более точным. В закладке Show Wave можно выбрать отображение одного из каналов или сразу двух в качестве фонографика. Это никак не влияет на сам процесс панорамирования, но упрощает ориентирование в нем. Уровень звукового сигнала можно регулировать при помощи параметра Gain, но в большинстве случаев его использовать не придется. Субтитры создавал DimaTorzok